И снова здравствуйте дорогие друзья, здравствуйте братья и сестры. Данное мое видео будет посвящено русско-японской войне начала прошлого века. А если быть точнее, оно будет посвящено событиям, которые связаны с порт Артуром. Ужасным событиям для царской России, событиям, которые вошли в мировую историю. Русские войны, так же как и все, кто участвовал в тех событиях на стороне России, а в связи с тем, что Российская империя включала в себя немало государств, поэтому, можно сказать, Российская армия тогда представляла собой своеобразный календоскоп народов, соседствующих с Россией. Также в тех событиях, конечно же, участвовали и представители нашего с вами азербайджанского народа. Ярчайшим представителем от Азербайджана в тех событиях является великий сын Азербайджана генерал Алиага Шехлинский. Знаете, очень много есть статей в интернете, посвященные тем трагическим событиям. Тем событиям посвящали песни, романы, повести. Но нигде не было написано о славном пути нашего с вами земляка. Кроме одной книги, которую, конечно же, я вам представлю в конце данного видео. Эта книга так и называется. Генерал Алиага Шехлинский. Написал ее Ибрагимов. В данной книге как раз таки рассказывается, за что и почему был награжден генерал Алиага Шехлинский в тот момент, когда участвовал в обороне Порт-Артура. Но есть одно крайне важное но. Если есть герои, то есть и предатели. Нет, речь пойдет не о азербайджанском, который, скажем так, предал царскую Россию. Нет, таких, видимо, и не было. Речь пойдет о личности, в кавычках, кого армянство старается выставить тоже героем событий в Порт-Артуре. Об этой личности, кстати, написано достаточно немало. Во всяком случае, армянство, учитывая, что представители армянства руководят немалым количеством российских СМИ, стараются продвинуть его в герои российской армии, царской российской армии. Речь идет, конечно же, о такой личности, как Исаак Тохотелов. Своебразная личность, личность, которая сдалась японцам еще до сдачи Порт-Артура. Меня всегда смущало, точнее сказать не смущало, а удивляло, как армянство умеет выставить предательство как героизм. Говоря о данной личности и о его сдаче японцам, армянство старается выставить данную сдачу как метод, как способ лишний раз высказать якобы свое недовольство в отношении руководства, тогдашнего руководства, скажем так, руководителей обороны Порт-Артура. Кем же был недоволен данный генерал? Ну, прежде всего он был недоволен, блин, якобы, такой личностью, как Стейсель и прочие предатели Порт-Артура. Но неужели образованный истинно военный человек не нашел другого пути как предательство, как сдача? Вопрос интересный, не так ли? Тем более, данная личность через 11 лет также предала и свой собственный народ. О чем это я? После падения Порт-Артура данная личность быстро была возвращена, тем не менее, в Россию. Но делала не сам вот этот скорый возврат данной личности. Увы и дело не в этом. А то, что в 1915 году, в том самом году, который армяне называют годом так называемого армянского геноцида, данная личность спокойно вместо того, чтобы вступить в войну и поддержать свой собственный народ, ну, скажем так, решила любой ценой избежать своего участия в данных событиях. Вы можете прочитать, я оставлю статью, как именно он избежал участия в тех событиях. Потому что выставляя его героем, армянство, тем не менее, не смогло все-таки как-то приписать ему геройство и в отношении 1915 года. Также данная личность отказалась участвовать в событиях 1918 года. Смешно, не так ли? Знаете, меня судьба данного армянского героя чем-то напоминает судьбу другого армянского героя Гарегина Нжде. Давайте вспомним, куда спрятался Гарегин Нжде в 1918-1919 годах. Он отсиделся у своей любовницы в Нахчеване. При этом она сама это заявляла на допросах. Крайне интересно, не так ли? А что же Шехлинский? Как я сказал, о Шехлинском практически ничего не написано. И я долго думал, с чем это связано. Почему о данном герое порт Артура стараются умалчивать? И кажется, я нашел ответ на данный вопрос. Ответ оказался крайне простым. Но при этом, на мой взгляд, крайне ужасным. Это продажа порт Артура. Именно продажа. Я не оговорился и не ошибся. Сейчас, чтобы не выглядеть голословно обвиняющим, я покажу вам данный факт. Данное свидетельство. Для этого мы должны перейти с вами на ту ссылку на газете.ру. Стейсель и Фок сдали крепость за взятку. Взятка составляла 5 миллионов долларов. Вот, вы можете прочитать. От генерала Ноги. Знаете, у меня, кстати, возникает вопрос. А не поучаствовал ли в данном сговоре между Стейселем, Фоком и генералом Ноги тот самый плененный, а точнее сказать, сдавшийся в плен, генерал, о котором я уже говорил. Исаак Тахотелов. Не был ли он той самой связующей нитью или одной из связующих нитей? Может быть, поэтому он был освобожден японцами. Вопрос тоже крайне интригующий. Не так ли? Впрочем, давайте вернемтесь к нашему с вами соотечественнику генералу Алиага Шехлинскому. В связи с этими многочисленными, в общем-то, позорными факторами, фактами о событиях в Порт-Артуре для России крайне было бы невыгодно заговорить о действительном герое тех ужасных дней и заговорить именно как о герое говоря об Алиаге Шехлинском. Это было бы крайне неудобно. В неочередной раз один из представителей азербайджанского народа оказался более верным присяге и России, чем представитель ее нынешних сейчас союзников. Да, и более преданным, чем множество, к сожалению, русских тогдашних руководителей царской армии. Кстати, царь, да и царское правительство, тем не менее, в те годы отметило его героизм многочисленными наградами и медалями. К сожалению, нынешняя Россия старается стереть его из истории. Ну что ж, и такое бывает. Напоследок, прежде чем мы перейдем именно с вами к ознакомлению с той самой книгой, я хочу показать вам, как сейчас выглядит порт Артур. Это часть Китая, маленький городок. Вот даже если мы напишем, посмотрим в Википедии, этот город называется сейчас Далянь, Китайская Народная Республика, район Люй Шунькоу. Вот вы видите Далянь. И вот каким стал город некогда русской славы. Там все еще стоят даже церкви. Ну, конечно, они уже не в таком идеальной форме, как были, хотя, зная Китай, они не бросают историю на произвол судьбы. Стоят памятники героям тех лет. Но в связи с этим меня интересует один вопрос. А есть ли памятник Шехлинскому в Китае? И если нет, то может быть нам пора поднять этот вопрос в Китае, чтобы памятник герою Порт Артура был поставлен в Китае, хотя бы в этом городе, Доляне. Ну что ж, дорогие друзья, вот и настало время, когда мне пора ознакомить вас с той книгой, где как раз таки рассказывается об великом представителе, об одном из величайших представителей азербайджанского народа, генерале Алиаге Шехлинском. Приступим. Ну что же, вот и настал тот момент, когда я должен представить вашему вниманию ту самую книгу, в которой и описаны многочисленные героические поступки нашего с вами земляка, генерала Алиаги Шехлинского. Вот данная книга, но меня в ней интересует только то, что касается его участия в Порт-Артуре, в его героизме, проявленном именно в тех событиях. Ну что ж, давайте приступим. И начнем мы с того, что говорил о нашем с вами земляке профессор, который посвятил немало трудов касающихся исторических трудов, касающихся именно событий в Порт-Артуре, конечно же, я говорю о Барсунове. Смотрите, какие слова, проникновенные слова, слова с придыханием явно на данного профессора переполняют чувство гордости, за героизм и храбрость защитников крепости, среди которых в первой тройке Кондратенко, Шехлинский, гобято. Вы слышите эти слова? А ведь там были десятки, если не сотни тысяч тех, кто оборонял эту крепость. Но, впрочем, давайте продолжим. Поведение Али-Аги как защитника Порт-Артура должно служить образцом священного исполнения долга для каждого призванного защищать честь и свободу своего отечества. А ведь в общем-то он азербайджанец. Тяжело раненый Али-Ага по долгу воина вы вдумайтесь покидает строй лишь после передачи пришедшему к нему на смену подпоручика Чаку Михайлову подробных указаний какое оружие по какой цели стреляет где у каждого оружия искусственная точка прицеливания какова установка угломера и ДР что можно сказать у меня например нет слов тем более когда я представляю что такое в те годы тяжелое ранение это практически предсмертные муки и человек не уходит человек понимая что может умереть остается до последней минуты что можно сказать кроме низкого поклона кроме уважения кстати уже будучи раненым и когда порт Артур сдался Алиагаш Шехлинский находился в военном госпитале с многих кто лежал в том госпитале а таких было немало японцы требовали подписать бумагу о том что они не будут участвовать в дальнейших военных событиях если Япония вернет этих солдат России ну так вот Шехлинский был один из тех кто не подписал данную бумагу он считал это громадным унижением для себя интересно не так ли а ведь он ставил себя под угрозу могли бы и не выдать сгноить человек выбрал рискнуть собой но не поставить на карту честь офицера крайне интересно за его героические деяния царская Россия к сожалению нынешняя Россия старается стереть все это из памяти людей из памяти россиян но царская Россия наградила его всем чем только могла за его героизм я крайне отрицательно отношусь к Николаю второму но даже он не посмел не наградить данную личность давайте перечислим все награды которые он получил за участие в порт Артуре ну что ж орден Анны второй степени он получил первого числа шестого месяца 1904 года золотое оружие с надписью за храбрость 22 числа третьего месяца 1905 года орден Анны четвертой степени с надписью на шашке за храбрость и золотые мечи к имеющейся у него ордену Анны второй степени он получил 11 числа девятого месяца 1905 года этого мало орден Георгия четвертой степени 28 числа девятого месяца 1905 года мечту российского офицера того времени орден Владимира четвертой степени с мечами и бантом 23 числа десятого месяца 1905 года и чин подполковника 26 числа 11 месяца 1905 года как вам такое ну с кем можно сравнить таких личностей они рождаются я думаю без ложной скромности скажу раз в 300 лет если не в тысячи человек чести по сравнению тем более с теми предателями о которых я уже говорил о России крайне я тоже говорил крайне невыгодно говорить о чести которую проявил который обладал понятием чести офицера наш с вами земляк али Ага Шехлинский даже по-моему не стоит вспоминать о том представителя армянства о котором я говорил который трижды предал первый раз предал царскую Россию порт Артур второй раз и третий раз собственный народ не так ли а вот Шехлинский вернулся на родину не в самые лучшие годы я хочу ознакомить вас также с фотографиями которые есть в данной книге чтобы показать насколько этот человек был не только офицером чести но интеллигентом и глубоко любящим свою родину вот он и его жена вы видите Шехлинский его жена Ниярханум 1909 год то есть он уже после порта Артура эти две фотографии уже многие из вас видели и не раз тем не менее я покажу и эти две фотографии посмотрите сколько наград сколько медалей вот опять он и его жена только уже в 1920 году Ниярханум то есть не расставались буквально даже по-моему на один день не расставались после того как он отслужил но и этого мало здесь также представлены их письма друг другу но меня больше всего если говорить об истории заинтересовала вот эта фотография где он вместе с Фрунзе Вейсов и Караев 1925 год сейчас покажу вам эту фотографию как говорится родина дороже и разницы нет какой строй напоследок я хочу сказать только одно я хочу обратиться ко всем представителям различных народов которые имеют отношение к Китаю сделать все что от вас зависит чтобы в городе в том самом городе который сейчас стоит на месте бывшего Порт-Артура был поставлен памятник нашему с вами соотечественнику Алиаге Шехлинскому он один из немногих кто заслуживает данной почести ну что ж уже еще мне хотелось бы сказать прежде чем закончить данное видео серия видеороликов о великих азербайджанцах конечно же будет продолжена потому что я думаю что уже давным-давно настало время раскрывать правду о героях нашего с вами народа и о том что они сделали для мира не только для России но именно для мира также хотелось бы конечно бы сказать чтобы вы подписывались на канал нажимали на колокольчик потому что видео на моем канале будут все более интересные во всяком случае я буду стараться их делать таковыми на этом пожалуй все дорогие друзья всем до свидания всем пока всегда ваш Сеидов Камран до свидания